Здравствуйте! В данном видео я расскажу о преимуществах разных классов персонажей в шести рас в игре Dark Age. В некоторых из рас одинаковые классы, но особой разницы это не имеет. К примеру, Человек и Эльф. У них Воин и Жрец. Человек и Успириан, Маг и Убийца. Рекан, Убийца и Жрец. Итак, в Человеческой расе 4 класса. Воин. Это класс ближнего боя. Владает большим количеством здоровья, хорошим уроном, то есть балансерный персонаж. Убийца. Это класс ближнего боя. Высокий урон, повышенный шанс физического удара и главная особенность класса скрытность, которая повышает уклонение на короткое время и урон на пару ударов. Главный минус у данного класса – у него нет массового удара, благословений и выхода из состояния скрытности после получения урона, так как некоторые классы имеют навыки введения из скрытности и массового удара, и препятствуют повторному вхождению в состояние скрытности. Маг. Это класс дальнего боя с массовыми ударами. Первым, который можно получить при достижении 35 уровня. В отличие от других классов, которые могут получить массовый удар лишь на 40 уровне. А на 45 уровне сможешь сжигать ману противника. Минус в маленьком количестве здоровья, но можно использовать щит на короткое время. Жрец. Это класс дальнего боя, но этот персонаж обладает возможностью, вернее, это его главная особенность – восстановление здоровья. В основном этот персонаж, от которого зависит эффективность прохождения похода, так как на высоких уровнях банки восстанавливают очень мало здоровья. Например, у персонажа 70 уровня от 30 тысяч дороги, а получает урон по 2000, иногда по 3, по 4, по 5, ну и больше урона. А банка в свое время восстанавливает 3000 единиц здоровья в 10 секунд. Следующий класс – Барт. В. Рассио-Эльфа. Это класс дальнего боя. Может отзываться как врагов, так и накладывать массовые благословения, или же лечить других персонажей. В отличие от жреца, он не лечит одного персонажа, хотя он может этим заниматься, но в основном он лечит всех. Делает это более часто, но с меньшим эффектом. Итак, дальше. Гном. Гном – это класс дальнего боя, с высоким шансом кризиского удара, хорошим уроном и массовым ударом. Франгор. Это танк. Обладает большой броней, маленьким уроном. Он накладывает на всю группу людей, которые отправляются в поход максимально от 3 до 6 человек. И он на всех накладывает благословения, увеличения защиты, что нередко помогает. В основном он танкует. Итак, следующее. Виспериан, вампир. Это класс дальнего боя. Восстанавливает здоровье при нанесении удара, или же уменьшает здоровье, увеличивая урон на количество уменьшенного здоровья. Главное – это закупиться банками мамы. На здоровье можно и с оботой не париться. Дальше – раса лекан. Эта раса, она похожа с человеком, как я уже говорил ранее. Но его отличие в том, что они превращаются в оборони на некоторое время, которые увеличивают параметры персонажа. Ссылка на игру и навыки в описании. Регистрируйтесь и получайте подарки. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова